Привет друзья! Добро пожаловать на мой канал меню недели. Сегодня я поделюсь рецептом белоснежной белковой глазури. Такую глазурь я традиционно готовлю на пасху для куличей. Но кроме куличей, белковая глазурь подходит для украшения пряников, капкейков, кексов или бисквитов. Глазурь готовится всего 10 минут и из очень простых ингредиентов. Белка, сахарной пудры и ванильного сахара. Получается довольно густая, объемная, хорошо держит форму и имеет белоснежный цвет. За счет этого хорошо скрывает недостатки поверхности. Готовлю ее так. Белок взбиваю миксером до однородности. До пика взбивать не нужно. Постепенно порциями добавляю сахарную пудру, хорошо взбивая после каждого добавления. На один белок одну чашку сахарной пудры. Это около 250 миллилитров. В конце добавляю ванильный сахар. Посмотрите, какая белая и гладкая получается глазурь. Консистенцию как у очень густой сметаны. Если вы чувствуете, что глазурь слишком жидкая, можно добавить еще сахарной пудры, пока не добьетесь нужной консистенции. Наношу глазурь прямо из миски на куличи ложкой или силиконовой кисточкой. Равномерно распределяю по всей поверхности. Глазурь хорошо держится и не стекает. На этом этапе, пока глазурь еще не затвердела, можно украсить разноцветными посыпками, дрожжей или фигурками. Примерно через час глазурь затвердеет. Такого объема хватит на один большой или два кулича средних размеров. Когда куличи украшены, оставляю их подсыхать при комнатной температуре. После высыхания глазурь не липнет и не крошится при нарезании ножом. Посмотрите, как эффектно смотрится на готовом изделии, благодаря чистому белому цвету. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять рецепт. С вами была Дарья Черненко, желаю вам хорошего настроения и белоснежной глазури!